Добрый день, коллеги! Рада приветствовать вас на нашем курсе по использованию мобильных кванитариев на уроках астрономии и не только. С вами мы, Ирина Овсяникова, руководитель учебного центра Digis. Ирина Кейчинкова, руководитель учебного центра. Да, кванитари к нам пришли не так давно в школу, то есть, возможно, вы знаете, что наш учебный центр специализируется на преподавании, работы с интерактивным оборудованием, такие как интерактивные доски. И планитарии в наших курсах появились совсем недавно, просто потому что сейчас их стало действительно в школах очень много, а что делать с ними не особо понятно, да, то есть какие-то наработки есть, но их не очень много. Хотелось как-то обобщить. Мы старались сделать этот курс, но так как мы, если такие, увы, не профили специалисты в области астрономии, да, я в школе работаю учитель на математике и информатике. Поехали. Да, то есть вы нас уж простите, если вдруг с астрономической точки зрения могут возникать сложности, но, тем не менее, мы активно погружались в этот мир, а науку астрономии интересная, занимательная, и старались подобрать действительно хорошие примеры, которые могут использоваться в образовании. И мы также просим вам давать, вас давать нам честную обратную связь, да, то есть, ну, если вам кажется, что, как бы, предлагаем, да, ну, готовый комментарий. Не зайдет, да, тут смело об этом говорите, вы, как никто другой, знаете, да, что нужно. Наш опыт основывается на вообще возможности использования университета, технологии интерактивного обучения, да, и мы с этой точки зрения в основном смотрели на век. Но, тем не менее, я очень надеюсь, что вы унесете с собой какой-то питок новых идей, знаний, и, конечно, мы подготовили материалы, основываясь на действительно ученых знаниях, да, наших сотрудников Роскосмоса, НАСА и так далее. То есть это не наши придумки прямо в чистом виде. Ну, хотя хотелось бы, но нет. Итак, поехали. Что же нас ждет сегодня на вебинаре? Первое, мы немножко поговорим про общую структуру курса. Вы уже знаете то, что вебинар будет состоять из, курс будет состоять из трех вебинаров. Вот, и сегодня первый, на составе которого мы поговорим о том, что же такое мобильный планетарий, очень крайне, да, какие они бывают, потому что среди наших участников совсем разные могут быть конструкции. Мы не привязываемся к какой-то конкретной конструкции планетария, и мы говорим о возможностях его как объекта в целом, да. Ну, и полигогических составляющих. То есть мы затачиваемся на методическом аспекте. Следующий, мы поговорим о том, как организовываться занятия, и сегодняшний вебинар он больше посвящен работе с учебными фильмами. У нас есть подборка учебных фильмов. Если вы подписаны на нашу рассылку, то перед Новым годом, вот в такие как раз приходило вам письмо о том, что мы собрали русские все фильмы в хорошем качестве, с озвучкой и с методическими материалами, вы можете их использовать. Вот, поэтому можете посмотреть в почту. Ну, и кто не получил сегодня, точно получится он на эти материалы, и мы расскажем, как пользоваться учебным видео, подобранным для вас. И у нас также есть... Чуть-чуть мы перескочили. Программа курса в целом нашего сегодня это черное видео. Дальше, 12 марта у нас будет перерыв как раз для того, чтобы вы смогли в спокойной установке посмотреть все полнометражные ролики. А это не быстро. Это не быстро, да. Конечно, в среднем идет 30 минут, и еще переварить надо. Вот, следующее, это будет работать с специализированным программным обеспечением. И последний вебинар 13 марта, он больше посвящен тем аспектам, где как раз учебный центр населен наш. Это новые педагогические технологии, смешанное обучение, гиммификация и так далее. Мы расскажем о идее уроков, которые вы можете применять, используемые в планетарии, потому что всем понятно, что планетарий не простой объект для интеграции в образовании. Мы будем сами стараться сделать это максимально интересно и эффективно. Итак, поехали. Ну, уже пора, наверное, узнать, что же за планетарий у нас. Да, сейчас вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, да, то есть мы очень условно, мы убрали компоненты, источник выявлений, артистической системы или еще что-то, да, потому что, ну, понятно, что нужен какой-то компьютер, да, или устройство, которое будет отвечать за воспроизведение контента, что, наверное, если хочется прям хорошего звука, то нужно какой-то кустичку с ним. Мы сейчас сосредоточимся на ваших, да, на ваших основных компонентах. Это какой у нас кукол и какая у нас проекционная система. Всего выделяют, ну, очень, опять-таки, обобщенно, да, три типа кукола. Это каркасный, когда у нас есть жесткий каркас металлический, обычно, да, на него натягивается дополнительное полотно, которое... С двух сторон. С двух сторон. Еще за счет, ну, там разные бывают конструкции, но в целом такие самые продвинутые с вакуумной технологией, они позволяют создать очень хорошее натяжение. Эти планетарии, они самой качественной картинкой в итоге получаются, потому что экран не двигается, да, не трясется в натяжении воздуха, например, или от каких-то движений дополнительных. Ну, и, соответственно, получается более четкая картинка при прочих рамках. Вот. Но не в мобилистике как таковой, да, потому что... Тяжело и долго собирать. Да, собирать тяжело. Обычно их используют прокатные компании, то есть, которые, например, приезжают, они ставят где-то там... Медельки на тренинг, да, свой... Разворачивают свой купол и там работают. То есть, мобильность собрать за пять минут у меня не получится. Надувной. Это, наверное, самый распространенный тип школы сейчас, потому что его можно сдуть, раздуть за пять минут буквально. И он самый мобильный, самый простой в эксплуатации учителя. То есть, не нужно там никакого инженера, чтобы собирать металлическую конструкцию. Вот. И нам как раз Елена отвечает, что, да, действительно, самый распространенный вид. Кукла надо мной и линза рыбий глаз. Значит, кубослот, просто, если вы не знаете, есть такое решение. Берется обычный класс, специально подготовлены вот стены. Года 20 понадобится вам на ремонт. Ну, нет. Ну, я надеюсь, что не так сугромится. Но, в целом, вам нужно подготовить класс таким образом, чтобы у вас получались идеально ровные стены под угол 90 градусов в каждой стороне. И дальше у вас делаются проекции непосредственно на класс, на кубический, почему он называется, кубослот. Но за счет программного обеспечения и искажений оптических создается иллюзия, что это купол. И эту сферу. И эту сферу расстройства, да. Но решение хорошо тем, что можно сделать это в обычном классе, да. Но понятно, что сфера кубическая, это нелегко. Нелегко. Вот. Ну, и последнее. Это вот первое. То есть, если будут еще комментарии про то, какой же планетарий у вас, нам очень поможет. А, пожалуйста, какой у вас планетарий, какого типа, да, и какого типа у вас проекционная система. Да, Елена Эталонной дала ответ, да, кубол на дурной, а линзор, и глаз. Ну, в плане того, к примеру, как ответить. Следующая проекционная система, сферическое зеркало. У нас очень много таких в пед-колледжах, потому что в компетенцию в госскилл с подошкольным воспитанием включены занятия по планетарии. Там именно как раз такие в структурном листе прописаны с сферическим зеркалом. И линза рыбий глаз, ну, сферическое зеркало, соответственно, чуть больше конструкцию дает, и она больше подвержена опасности, если там что-то сдвинули, калибровки с сложности. А линза рыбий глаз устанавливается прямо на проектор и, соответственно, дает 360 градусов. У сферического зеркала не совсем 360 градусов, все-таки есть зонопокрытие, она где-то, наверное, три четверти, может быть, закрывает общие поверхности купола. Ну, и мультипроекторная, это не школьный вариант. Но вдруг. Но вдруг. Если вы были, например, в планетарии в Петербурге, которые сделали самый большой планетарий в мире, по-моему, в Европе, самый большой именно кубок там, да, там как раз мультипроектная система, то есть когда проект освещает только некий сектор купола, и за счет шивки у нас получается общая картинка. Это очень дорого, сложно в настройке, поэтому... мне понравилось. Вот. Итак, картинка-то ничего, но у нас надувно с линзой рыбой глаз получается не хуже. Значит, ну, это так. Что ж, поехали. Идем дальше. Видимо, слово поехали, оно настолько вошло в нашу жизнь с появлением группы на Фейсбуке, МКС, точку поехали, что я теперь говорю это после каждого слайда. Немножко остановимся на дуном планетарии, с учетом того, что наши участники отметили, что у них именно такая конструкция. Важно с точки зрения техники эксплуатации, когда он работает, то есть купол держится за счет постоянного нагнетания воздуха. И если воздух перестает туда подаваться, то купол начинает сбываться. Поэтому заходить в него надо быстро, выходить быстро, и когда заход-выход, то мы специально подкручиваем дилер в максимальное положение, чтобы ушел максимальный приток воздуха. Дальше. В планетариях обычно имеются отверстия выходные, в которых можно также делать отток воздуха. Чтобы циркуляция была нормальная, представьте, вы загнали 20 человек детей в маленькие. И они начинают бежать. И они, естественно, не задерживают дыхание, и 40 минут смотрят видео. Они там существуют, и, соответственно, нужен обмен воздухом. Поэтому важно не сгораживать стульями, пуфами, или как вы организуете пространство внутри планетария, чтобы было доход. Ну и когда уже дети зашли, и вы закрыли входное отверстие на аммонию, то можно уже диммер снизить, чтобы и шум чуть-чуть меньше был, и, соответственно, использовать его. Кстати, забыла сказать на предыдущем слайде, когда мы говорили о типах коррекционной системы, учебные видео, которые мы подбираем, они определяются, на самом деле, типом коррекционной системы. То есть, например, если у вас сферическое зеркало, то для них должны быть видео именно для сферического зеркала. Потому что... То есть специальное программное обеспечение, которое выстраивает фильмы, и для каждого типа проекционной системы это разное программное обеспечение, и важно знать, какой именно у вас тип проекционной системы стоит в планетарии, поскольку важно будет... Это будет существенно при подборе видео. Например, те видео, которые мы вам подготовили, они все ориентированы на линзу в лидерах глаз. Да. Поэтому Елене и Кириллу безумно повезло. На лизомо штикпайк и используют. Идем дальше. Так. Ну, все, в принципе, про планетарий, ну, таких особенностей, входа-выхода я рассказала. Теперь как же мы можем его использовать? Но самый простой вариант, с чего мы сегодня начинаем, да, это просмотр учебных фильмов и, соответственно, некие активности, которые с этим связаны, да, потому что, ну, наверняка, вы не можете каждый урок раздувать, собирать планетарий, то есть это все-таки некое отдельное мероприятие, поправьте меня, если я не права, но все же обычно в планетарии, даже при всей его мобильности, мы ведем только на конкретном уроке, да, и при этом это должно сопровождаться еще какой-то активностью, потому что детей надо занять все 45 минут, во-первых, ну, или... Ну, какой-то ритм к четвертому видео может надеяться на эти просто видеозаписи детям? Ну, детям-то нормально. Я считаю, что детям, чем меньше вы задаете вопросы, тем комфортнее они себя чувствуют, особенно в темном планетарии, где можно вздремнуть, и никто не заметит. Но... Так, пропал звук. Раз, раз, раз. Вообще, в значок двигается, что там все есть. Если пропал звук, у вас могут быть... А, надо написать на антон. Да. Так, да, можно перезагружать страничку, если что-то пропадает, можно нажимать откатник, и, соответственно, попробовать включиться снова. По нашим картинкам звук есть. Соответственно, учебные фильмы, когда вы просматриваете, то их, безусловно, нужно сопровождать чем-то еще. Раз уж мы вывели, надули всю эту конструкцию, то хотелось бы сделать полноценный урок, а не просто показать видеоролик. Следующее, вы можете выполнять практические работы, используя специальное программное обеспечение. Мы об этом поговорим на следующем вебинаре. А реализация проектов это использовать планетарии как средство проектной деятельности, он может быть как средство визуализации, можно делать проект, если, например, есть, в общем, 3D-моделирование, можно делать, например, в Blender 3D видеофильмы, они хорошо сразу делаются на полной копойной. Но 3D-модельки можно брать уже готовые, да, действительно, с сайта NASA у нас будут ссылки на дополнительные Идем в России. Ну, это так себе. Лучше давить на Роскосмос, чтобы они что-то тоже делали. Поучаствовали в проектной деятельности вместе с вами? Да, да. Ну, кстати, космонавты сейчас живут активно, в сетях тоже можно найти приятных космонавтов, которые делают лоббасы, делиться, ведут по сутифическому деятельности, действительно, это полезно, интересно, и дети тоже, в том числе, такой неформальный, хороший, интересный подход. Ну, что ж, переходим к непосредственно работе с учебным видео. Значит, первый момент, который касается, да, нашей методической рекомендации, мы с вами поделимся, в конце будет ссылка, мы покажем сейчас, как они выглядят в целом и как с ними работать. Во-первых, астрономия – это богодатная тема для нас, потому что она связана с очень многими науками. И в целом, если, понятно, что в основном все учителя астрономии это участие физики, и можно найти там пересечения и, соответственно, вплетать, объединяйтесь с наукой вместе. Но, безусловно, для учителей химии, географии, биологии тоже найдутся интересные темы. Кроме того, у нас есть еще одно видео, например, непосредственно по биологии, про устройство зрения. Я, правда, его тяжело пережила, потому что смотреть на свой глаз изнутри как в таком иммерсивном полном погружении очень-очень нелегко было лично мне. Но интересно и действительно наглядно и запоминается сразу, как, почему это так работает. Тут не обозначено, но я думаю, что не секрет, что астрономия вся пропитана математикой насквозь, и найти проект интересной кейси, которую я могла бы использовать на уроке математики, в том числе, тоже легко. Поэтому, объединяясь с преподавателями, вы можете создавать интересные проекты и использовать только на уроках астрономии. Следующий момент, вот, тоже к вам вопрос, значит, потому что эта схема прекрасна в своем исполнении, взята была с одной из методических рекомендаций, и вот здесь отмечены какие же, собственно, как называются эти сферы пересечения астрономии, географии, физики и химии, и они, соответственно, отмечены на секторах соответствующих. Вы посмотрите потом презентации, мы вам пришли на презентацию также вместе с материалами по занятиям. Вот, напишите потом правильно, это не отмечено, потому что у нас вчера весь офис был вовлечен. В жаркие дебаты между прочим. Да, нешуточный дебат по того, где должны быть цифры, потому что автор, конечно, ну, во-первых, по инвоку пропустил, но и цифры тоже отмечены неверно, но мы хотели подвести схему до конца, потому что она действительно хорошо наглядно показывает все взаимосвязи. И повторимся, что вебинар будет доступен в записи, вы его получите сегодня и сможете посмотреть, пересматривать сколько угодно. Он будет загружен на нашем канале YouTube, еще полцентра, подписывайтесь и не пропустите новостей. Идем далее. Далее мы поговорим про тот список учебных фильмов, которые есть на сегодняшний день в ваших раздачных материалах. Все эти фильмы, они распространяются по бесплатной лицензии, то есть мы не можем извлекать из их распространения никакой конечной выгоды, поэтому они абсолютно бесплатны, в свободном доступе. Сайт, с которого они взяты, мы также вам концептам доставим, потому что там есть и другие, например, учебные фильмы. Эти сейчас представлены, потому что они переведены на русский язык, то есть они склонны с русской озвучкой. У нас постепенно ведется работа по поиску новых учебных фильмов, мы там обращаемся к различным сообществам астрономическим по всему миру, они делятся охотно, и вы сможете также насмотреть за пополнением, подписываться на нашу группу, вы будете видеть, как изменяется и появляется новой фильмы. Какие темы они на сегодняшний день затрагивают? Есть несколько фильмов, например, «По солнцу» мы видим, что два фильма, они отличаются по содержанию, в одном, более просто данное, то есть она хорошо для водной темы, для мотивационной части работы, для изучения в целом. объекты, более фиксированные хотя бы. Ну да, она очень просто рассказывается, а другой обычно фильм в группе это такой более конкретный, с примерами, со звездочкой, со звездочкой, совершенно говоря. Поэтому, ну пусть их несколько, но тем не менее вы можете посмотреть и выбрать, ну, либо показать оба в начале, в конце темы, либо показать только вот один. То есть посмотрите сами, поэтому мы рекомендуем потратить время, ну, конечно, очевидно, что это займет несколько часов, но оно того, что интересно послушать и, соответственно, поработать с ними. Дальше, каждому учебному, когда мы рассматриваем учебное видео, мы рекомендуем по определенному расставить оборудование. Проектор, если мы говорим о фишайной инзи, да, где как у нас большинство участников вебинара ответили, то его надо стоять по центру или можно чуть-чуть сместить в сторону, где, ну, не сидят зрители. То есть мы сейчас с вами видим, что у нас на картинке, да, вот тут есть общая вот эта область, где располагается основная сцена. Что есть основная сцена? Я сейчас запущу небольшой видеоролик. Будем надеяться, он у нас нормально отобразится. Вот, то есть вот так выглядят все учебные фильмы. Солнце планеты это Меркурий, безжизненный мир, практически лишен отместив. Все они имеют русскую озвучку. И дальше вы видим, вот у нас начинается путешествие по планетам солнечной системы, и далее все сцены, они будут ориентированы в какое-то место. Вот видите, то есть у нас всегда основной объект располагаются в пантеонной области купола. Поэтому можно выделить, основным объектом сейчас является земля, она является центром всей картинки, а все остальное поле, это там, где Млечный путь проходит, это примерно самый верх купола, вершина купола, а за Млечным путем это ну это получается другая сторона про напротив сцены. все учебные видео в основном они хоть и полнокупольные, то есть они занимают весь купол, но основное изменение картинок происходит только этой красной планете была жидкая вода. Поэтому мы предлагаем посмотреть, как располагается основная сцена и зрителей посадить за проектором так, чтобы они смотрели на вот эту основную сцену в основном. Учителя, соответственно, как это не прискорбно, посадить с бедой к этой основной сцене, чтобы он видел класс, и мог задавать вопросы по ходу видео, останавливать управлять и так далее. Соответственно, желательно не загораживать проход, чтобы оставлять возможность быстрого выхода и входа. Ну, таким образом разместить можно их плотнее, как это со мной сцени сажать, но, тем не менее, сценичировать, то, что это примерно расположение было детей, которые совсем спиносили. В основном все учебные видео расположены. Далее не бесполезно показать, наверное, вам, какие более использования. Вообще, подойдет другой поле, но вот эти два мы не знаем, почему? Потому что в них есть функция того, что у вас на второй, то есть на экран проекции выводится только изображение сам проигрыватель, а у учителя в этот момент есть возможность управлять, то есть управлять кнопки, открывать другие материалы, например, вы открываете конспект урока, чтобы смотреть на какой момент вы хотите задать тот или иной вопрос. И, соответственно, учитель, это не видят дети. И в этих проектах удобно настроить. второй момент, там удобно настроить кадрирование картинки, потому что вы знаете, что у нас мониторы, они с отношением сторон 16 на 9, прямоугольные, а купа, он квадратный, ну, по см. засвечивает столько круг внутри этого квадрата, списанного квадрата. И поэтому нам нужно кадрировать картинку, чтобы она хорошо отображалась. И вот эти два ПРМ в методических рекомендациях написаны, как их настроить, прям по шагам по каждому из них, где их скачать, мы рекомендуем использовать. Дальше, перед первым просмотром, или особенно если вы работаете с маленькими детьми, мы рекомендуем запускать вот такой видеоролик. Планеты готовы к фильму в планетарии. Я уверен, что они будут милыми и тихими. Да, это шоу для меня. Ведь я самая большая планета. Или для меня с моими клевыми гольцами. Кажется, что планеты не знают, как звук перемещается в пространстве, отражаясь от разных поверхностей. Тише, тише! Смотрите, что вы наделали! Малыш Путон плачет! Люди, сидящие впереди, слышат людей, сидящих сзади. Люди с этой стороны, слышат людей с другой стороны. Посмотрите, Марс становится еще краснее! Итак, давайте все будем равняться на маленького Меркурия, который не сказал ни слова с сих пор, как мы сели. Спасибо, Меркурий! Планеты! Сейчас время тишины! Ох, не проверяйте свои телефоны! Наслаждайтесь шоу! Спасибо за внимание! Вот такой маленький видеоролик. Сейчас мы его показываем вам в плоском виде, да, то есть вы обратили внимание, что в предыдущей версии у нас с вами показывалась картинка полнокупольная, она была круглая, здесь он занимался улыбкой, это специально развернули для вас на плоскую часть, но у вас папочка с карточными материалами, она будет полнокупольная. Это важно, почему? Потому что, когда вы, наверное, обращали внимание, если вы же проводили занятия в школьном планетарии, что звук действительно распространяется очень странно, то есть вам задают вопрос, а кажется, что он приходит сзади, и сложно понять, куда надо смотреть и на кого отвечать на этот вопрос. Поэтому, и все эти шумы еще хорошо соединяются вместе, поэтому надо детям дать понять, что, если вы хотите все получать удовольствие просмотрать фильмы, то нужно соблюдать тишину. Плюс это еще такой очень простой и доступный способ поговорить о правилах поведения в планетарии и с учениками договориться о том, как вести себя. Да, и, конечно, они, планетки, очень милые и веселые, они настраивают на позитив, все привыкли к рекламе вот этой предварительной в кинотеатрах, каждый кинотеатр по-своему придумывает, как это можно интересно сделать. И вот тоже с нами поделились Каспер-планетарии, они откуда у нас из Кула, по-моему, вот ребята поделились вот этим видео с вами и мы вот с удовольствием даем его вам, чтобы вы могли использовать на свои занятия. Ну что ж, пора привести пару примеров. Какова структура методических рекомендаций, которые у нас есть? По каждому фильму из того, который мы предложили, есть сам, ну то есть что есть? Есть сам фильм, есть рекомендации к нему, которые включают длительность, рекомендуемая возрастная категория. Возрастные категории мы в основном брали из официального описания к этому видео. Но где совсем не подходило, мы, конечно, делали в сторону увеличения. То есть там, например, в частности по некоторым видео было там 8+, и при этом половина из этого они рассказывают про термоядерное которые на ребенок не способны переварить. И мы увеличивали. То есть это все очень условно, поэтому посмотреть, опять-таки, достоин, чтобы понимать, когда вы можете использовать. Дальше мы указываем, какие предмет на области захватывают. Ну то есть, например, если в видео есть рассказ про историческую справку, то это можно, значит, использовать и в целом, если осознание в каком-то или в истории этого фильма. Либо это астрономия, либо это больше физика, либо это биология, например. Дальше идут ключевые слова, по которым можно в поиске документов организовать и посмотреть, соответственно, где, в каком видео встречается стальная информация. Дальше краткое описание и какие образовательные задачи мы можем решать. Дальше мы старались подбирать максимальное количество возможных видов дополнительной активности. Это интерактивные игры, это какие-то викторины, это проекты, которые вы можете использовать. Сейчас там еще много ссылок на английском языке, но мы активно работаем над тем, чтобы постепенно перевалить. Но даже сейчас не бойтесь, у нас, слава богу, технологии дошли до того, что Google трансфер или Яндекс переводчик отлично переводят с сайта прямо в адбраузер. Достаточно просто перевести. Ну и сайты все написаны на доступном английском без сложных терминов для того, чтобы любой ученик зайти на сайт, посмотреть суть проекта и выполнить его дома. Поэтому переводчик переводит достаточно прилично. Ну да, и картинок много, то есть там не запутывающиеся, можно посмотреть. Мы сегодня с вами разберем три видео, как их можно использовать на занятиях и вот какие-нибудь сделаны возможности. У нас будет представлено три видео урока. Скажем, первый это от Земли и Вселенной видео, которое хорошо используется для начального занятия. Или вообще вступление в весь курс автор. Все так, То есть самый первый урок по астрономии можно привести в мобильный фонетарий, он заполнится, он будет интересный. дети перестанут задавать вопросы, зачем мне когда все готовятся к ЕГЭ вдруг астрономия прилетела. Ну то есть во всяком случае получат набор знаний достаточный для старта и заинтересуются предметить. Потому что действительно пример интересный. То, что мне понравилось в этом фильме, в принципе, это то, что фильм начинается с того, что человек стоит на Земле и дальше все понятия, термины и они структурируются в единую систему, потому что очень часто у нас у детей разрозненные представления о Вселенной, о Солнечной системе. И не только у детей. Да, кстати. бывает так, что курс астрономии каким-то чудом прошел мимо человека или еще в принципе может быть пробелывать в знаниях астрономии, а здесь все четко структурировано и очень доступно объяснено, что, зачем, почему, как все устроено. Абсолютно верно. И, соответственно, потом можно проводить какие-то занятия другие или активности связанные с этим фильмом. Это первый фильм, который мы рассмотрим. Второй. это такой правообразовательный фильм, где много теории важной о строении солнца, о том, как проходят современные реакции. Есть презентации от, собственно говоря, производителей этого фильма, то есть так называемые educational guides, как идут к фильмам многим. Там рассказано, что можно показать детям, какую работу практически выходит. Это такой хороший, добротный и полноценный урок, где уже фильм показывается не как элемент вовлечения и входа в тему, а как хороший инструмент обучения. Ну и последний пример, который мы сегодня выбрали для нашего занятия, это два стекушка, я все перевод про телескопы. И он хороший пример того, как можно, например, использовать учебные фильмы не на уроке астрономии, а во внеурочных занятий, например, на неделях, с любым классом, потому что он снял интересно, два подростка, по-моему, разговаривают, друг с другом, рассказывают, как же исследование астрономическое, как развивалось представление о мире, и это такой тоже хороший, общеразвивающий, газонный плюс темы про телескопы очень благодатные. Исследования сейчас продолжают вестись, и даже на сайте например, ТАСС есть огромное количество материалов, собранных телескопами, и можно, начиная с этого фильма, вести цикл на целый год дополнительных занятий и исключительно по телескопам. Ну да, все так. Журок, что в условиях засветки Большого города телескопы реальные, ее использовать трудно, можно двойку смотреть, какие нам картинки межпланетные шлют. Ну что ж, рассмотрим первый пример о нашем фильме «От земли до вселенной», водное занятие, и как он может строиться. Ну давайте. Такие рассказывает ты, а я про солнечность. «От земли до вселенной», естественно, что первое, что можно сделать с этой темой и с этим фильмом, это его посмотреть вместе с учениками, можно смотреть его полностью, телекометр. Не парадоксально, очень-таки. Можно делить его на части и смотреть по кусочкам, например, у вас каждая тема или каждый раздел будет предварять вот такой маленький фильм, если у вас позволяет, например, пространство, когда можно поставить планетарий вместе с ученым классом. Может быть, есть такие территории, или, например, это соседние помещения, где можно выйти, посмотреть и зайти обратно. Но, как вы понимаете, если здесь будут смотреть 54-минутный фильм на 45-минутном занятии. У нас такой только один про поиск разума во вселенной. В принципе, если вы хотите смотреть фильмы долго, то, скорее всего, внимание их отключите, поэтому очень важно задавать вопросы, постоянно уточнять какие-то сведения, останавливать видео, объяснять какие-то моменты, потому что, безусловно, в фильме все идет одно за другим, и иногда бывает сложно фокусироваться на каждом объекте, особенно если информация абсолютно новая. Например, в теме про галактики или про возникновение Вселенной там уже идут сложные темы. Поэтому мы вам рекомендуем проводить, например, тесты на закрепление знаний. Вот в данном случае мы предложили вам в Smart Lens You Online. Это бесплатный ресурс для создания интерактивных занятий, в том числе проведения интересных тестов. И здесь в такой интересной игровой форме можно провести краткий опрос по содержанию фильма. Дети делятся на группы. Учитель может сам выбирать количество участников в каждой группе, либо расформировать группы в зависимости от уровня знаний участников. Участники подключаются либо через планшеты, либо через компьютер, либо через свои мобильные телефоны. И каждая команда играет в сцепке и жесткой и от скорости и правильности выполнения задания одного человека зависит успешность самой всей команды. Так что команда может подсказывать друг друга, приснять и так далее. После завершения тестирования оно не оценивается в первой форме не оценивается, является формирующим и команды можно посмотреть, разобрать результаты по командам, но продуктивность одного человека, она видна только нему своему, учителю не видно. Как каждый ученик справился с тестом. Такая форма специально для того, чтобы на первом занятии по астрономии дети не испугались и не стали всячески облегать. А мы можем запустить сейчас этот тест и показать, как она в принципе работает? Да, вот в презентации будет ссылка для учителя. Если я не знаю, здесь, так, сейчас, наверное, трансляцию включить. Давайте пока откроем, я поговорю немножко, откроем просто новую вкладку с этим смарт-напсетом нашим, чтобы запустить как учитель. Да. Учеников выключить. Про Smart Learning Suite, да, во-первых, вы получите информацию о том, как используется, как можно использовать на уроке более подробно на нашем последнем в гренаре, потому что с точки зрения взять обычный документ статичный, загрузить его и добавить к нему интерактивное упражнение, а это самый удобный инструмент. То есть вы мэш не дотягивает до этого. Значит, дальше вы можете как учитель создавать быстрое задание и можете давать их детям как домашнее задание или как открытое. сейчас мы зайдем в свой аккаунт. У меня с собой телефон, чтобы Google проверил. Можно, в принципе, использовать свой аккаунт на Gmail либо использовать свой аккаунт на Microsoft офисе. После того, как вы вошли в кабинет, у вас, как учителя, получается возможность что-то с этим материалом делать. регистрация не требуется, достаточно просто авторизировать через запись как вы сказали. Ну, теперь можно поставить экран, запустить, показать, как у нас этот окошечек выглядит. Сейчас мы переключимся одно мгновение. Начать показ. вот, все, хорошо, все получилось. Вот так выглядит. То есть, вот это наша учетная запись по учебному центру. И здесь примеры, что можно сделать. Отзыви до вселенной, я так понимаю. Да, я добавила три варианта. В библиотеке, то есть, когда вы откроете презентацию, при нажатии на кнопку, вы через ссылку перейдете на Smart Exchange. Портал для обмена файлами. При нажатии копировать в мою библиотеку файл появится в вашей библиотеке как копия страниц. Это нужно для того, чтобы не мучиться и не создавать заново то, что уже имеется и раздавать, например, копии тестов учителям на занятую. После того, как вы нажимаете старт занятия, в данном случае все занятие это одно упражнение, тест. Вы можете подключить своих учеников через их мобильные телефоны. Очень простая ссылка callsmart.com и номер класса. Я сейчас подключусь со своего устройства, просто чтобы у нас были люди. Если кто-то из вас захочет подключиться, сейчас я в чат скину ссылку, по которой вы можете быстро перейти и подключиться к активности. Ссылка, не пугайтесь, ссылка в чате сейчас отличается от той, которая на экране. Дело в том, что когда вы вводите hello smart, он вас автоматически переводит на вот это более сложное. Это нормально, не бойтесь, просто я сейчас вам для быстроты скинула целиком. Дальше. сложно запомнить вот долгое непереводимое сочетание букв. Да. Hello smart гораздо проще. Дальше я ввожу номер активности. Этот профессий на английском языке, но вот мы проводили занятия, открыт урок проводилась с учениками второго класса, и мне хватило ровно одной минуты перед тем, перед тем, как они пришли к нам на занятие, чтобы объяснить, ребята, в любой непонятной ситуации жмем синюю кнопку. Если синяя кнопка не активна, значит, надо делать что-то еще. И вот так принцип такой. Значит, я ввожу номер активности и себя как ученика. И мы видим, что у нас подключились люди. Это, кстати, не я. Да, не я, я еще не подключаюсь. О, 20 человека. 20 человека подключились. Поэтому, что же можно начинать? Да, можно посмотреть, кто эти люди вот там сбоку, мы видим, что вот Ирина и крах. Крах. Ну и давайте устроим. Добро пожаловать. Да. Значит, нажимаем старт по классу. А сейчас вы будете видеть это так, как это видит учитель, ученика, просто режим ожидания, я не знаю. Так ли это сделать? Ну то есть, вы все еще, вот пока вы не нажали разделить на команду, ученики могут подключаться. Как только мы нажимаем разделить на команду, это пропадает. Ну, поделим, я полагаю. После разделения, ну, после нажатия на кнопки разделить на команду, уже никто из учеников не может добавиться, закрывается возможность добавления в урок. Поэтому здесь очень важно, чтобы все ученики добавились. Вот вы видите, компьютер сам распределил учеников как случайным образом. если вы думаете, то, безусловно, если у вас большее количество человек получили, и вы думаете, что неправильно компьютер все пятерщики с двоечниками объединит, то можно отдельно двоечников, отдельно пятерщиков собрать, ну, или как вам удобно. Да, учеников при этом на их устройствах отображается, к какому цвету команде они относятся. Ну, нажимаем старт-приз. Повторюсь, что все тесты у нас есть в напечатанном виде с ответами, они также на различных рекомендациях, то есть все эти даты, которые у нас сейчас есть, они там появляются. Мы выбрали именно такой способ, поскольку можно отвечать на тест, не выходя из кунитария, для того, чтобы не тратить время на постоянную транспортировку детей из класса в класс. Да, но если вы хотите, например, их вывести и заполнить листочек, то, пожалуйста, легко. Можно воспользоваться, может быть, у вас есть уже ресурсы, которыми вы, которыми вы пользуетесь для того, чтобы проводить тестирование с детьми. Их также можно подключить. Единственная особенность, что если вы будете выводить их на купол, то они будут немного деформированы. И лучше всего используются устройства детей, которые могут видеть полную информацию у себя на телефоне, на планшете или на компьютере. Так, будем все на все вопросы отвечать. Конечно. Мы же нам показали людям хотя бы какие вопросы были. Так, у нас суботочится на тексте. Да, просто надо тык. Так она же вернется снова. Я рада ответить это. Хорошо, но быстренько. Если ученик отвечает неверно на вопрос, то этот вопрос никуда не уходит, а возвращается обратно в список еще не выполненных вопросов. Но тот вариант ответа неправильный, который выбрал ученик, он становится неактивным. И каждый раз у ученика есть выбор из трех вариантов, из двух вариантов. И потом уже нужно будет просто нажать на кнопочку с правильным вариантом. Это нужно для того, чтобы еще раз, еще раз закрепить правильный ответ у ученика. Он пять раз прочитает вопрос и наконец-то поймет, какой именно ответ был правильный. Да, вот видите, а у нас сейчас активная борьба. А красные, между прочим, выигрывают. Пока равно. Попробуйте еще раз. А на самом деле надо немножко проверить. Так. Итак, у нас первая команда победила, красненькая, вот которая... И мы можем посмотреть вопросы. То есть учитель видит вопросы всего класса. Еще раз повторимся, что это тест-обучающий, то есть дети не переживают, что их... У меня сейчас провал, да? Да, у меня сейчас 60% выполняем. Я думаю, вряд ли вам видно, Ну, вот я как-то вот, 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 ну, да. Ну, да, потому что... Один ученик. Один ученик, да. Так это была по статистике всей команды. И у каждого ребенка показывает, с какого раза он ответил, и второй момент, верный или неверный ответ, подтверждается снова. Ну, и дальше я могу нажать на Class Review и посмотреть, собственно, вопросы, и увидеть, какие вопросы вызывали больше всего проблем, и, соответственно, акцентировать на них внимание. Возвращаемся к нашему... к нашей презентации. Тесты. Так как у вас есть печатный вариант с вариантами ответов, вы можете использовать совершенно любой. Мы не нарезаем рассмотрение с Питом Майя ни в коем случае. То есть, нравится вам квизы, пожалуйста. Хотите Кахут, да, но Кахут нужно куда-то наводить картинку с вопросом, а в куманитарии как пункт с вопросом будет плохо выглядеть. Потом, что у нас еще есть? Есть с Allowing Apps, да, с Векторинами, пожалуйста, тоже раздали детям и все. Но там сложнее ссылку передавать. Здесь все-таки много активностей, которые всегда одинаковые. Можно расчетчатый материал. То есть, вариантов много, но мы ее максимум сделали, по каждому видео мы готовили вариант вопросов с ответами, которые вы можете использовать. Ну и здесь мы предположили, что поскольку это первое занятие, мы особенно не накружаем детей и стараемся сделать все задания такие больше, нельзя сказать, развлекательные. Но они должны, да, не пугать. Не должны пугать, да. И знакомство с планетами солнечной системы и вызов порядок солнечной системы это две игры для детей, которые созданы в приложении Learning Apps и которые еще раз закрепляют знания по полученным. получатся. Я сейчас тоже в чат просто эту ссылку пилю, чтобы вы не пользовались еще до сих пор этим ресурсом. То есть есть два режима, есть режим учительский создание и редактирование, есть режим для учеников, когда на весь экран появляется эта активность. И вы просто отправляете эту ссылку и дети заходят и выполняют задание. Сейчас мы вам скинули задание, которое «Найди пару», там картинка, фотография. Давай, откроем солнечную систему. Второй, да? Надо будет. Да, надо будет. Запустить трансляцию. Это не он. Нет. Первый. Нет. А второй. Ну, сейчас. Там понятно все. Откройте, пожалуйста, трансляцию экрана и запустите первый. Так. Перед заданием безусловно существует некое описание краткое для каждого человека. Ну, и все задание в том, чтобы найти и сопоставить название и картинку. При правильном выборе название картинки выделяется картинка и название зеленым цветом и исчезает пара. Если вы, например, неправильно собрали, ну, там, неправильно собрали, то приложение говорит вам о том, что и верная пара, и можно их также разгруппировать и собрать верную. Кроме этого, при наведении на картинку дополнительно вот здесь можно нажать на информацию и отключить их. Нет, я просто представила тридцать детей в панитаре. Нет. Так. нет, но опять-таки в данном случае хорошо, это бесплатная среда, где вы можете взять любой урок и сказать, я хочу сделать такой же. Вы сохраняете его себе в кабинет, убираете звук, добавляете звук, делаете автоматическую проверку или делаете проверку только в конце, как угодно. В нашем примере мы все, вот что тест был обучающим, неконтролирующим, он не проверял знания как таковые, он просто давал возможность самопроверкой заняться. Что здесь? То есть основная задача просто, чтобы ребенок еще раз вспомнил, что он видел видео и сопоставил эти факты. Если вы хотите, чтобы это было серьезно, но просто чуть-чуть поменяли настройки, это очень простая среда в работе. У нас в методических материалах есть только несколько примеров, есть более сложные примеры, есть более легкие примеры, для того, чтобы подобрать именно под уровень ваших... Ну, я скину вот последнее. по-моему, это он тот же самый. Сейчас мы ссылочку откроем. Второе задание... У нас дает рост, это нормально? Нет. А вот, у меня просто неправильно копируется. Вау, понял. Сейчас. Второе задание, ну, я вам расскажу пока так. Второе задание называется... Ну, мы его назвали «Порядок по вселенной». Слушайте, системы, по-моему, точнее, по-моему. Это задание... Оп. Закроем? Да. Что здесь можно делать? Можно играть как каждому отдельно, так и в группе до четырех человек. С друзьями, с друзьями. Ну, с друзьями у нас нет столько друзей. Вы раздаете ссылку на это приложение. А, ну, сейчас, может быть, кто-то подключился к нашим слушателям. Раздаете ссылку этому приложению всем очень учащимся. Ну, здесь их, может быть, и пяти человек. Заходя по ссылке, они выбирают играть в группе и говорят, что он будет, будут игроком один. Если кто-то еще подключается, то всем игрокам приходит оповещение о том, что давайте играть вместе. Я помню. Ну, я, вот, HR1 здесь, HR2 здесь, и HR3 здесь. Видимо, у второго и третьего игрока нужно подтвердить кампанию. из списка. А, как? Вот, 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 теперь я, вот, на экране появилась принять участников. Нет, просто неактивно как-то. Попробуйте позднее. Ну, окей, поднимаем. Вот, второй человек принял. И теперь у нас борьба друг с другом. С левой стороны вы видите начальную. Вот. С левой стороны вы видите начальную планету. И с правой стороны все варианты, все объекты Солнечной системы. Ну, какие-то, да, просто некие объекты, которые есть в Солнечной системе, и нужно их сориентировать относительно Сатурна, да? Да. Вот теперь у нас есть Сатурн, Юпитер. Я выберу Юпитер. И это правильный ответ. Вау. Отлично. И вот мы видим ты. Так. Солнце. Я знаю, что это мой выбор. Солнце мой выбор. Надо сначала... То есть ребенок может выбирать самые простые варианты. Те, кто знакомые с Солнечной системой, могут выбирать молодые варианты какие-нибудь. Так, может, после Земли, да? Марс, да, между Марсом и Юпитером проходит главный пояс астероидов. Это я уверенно запомнила. Смотрите, да, у Плэйвов 14, у нас 20 баллов, у нас 15, пока. Так, все сложнее, сложнее. Голосую за Венеру. Венеру. Отличный выбор. Ох, между Меркурией и Землей я бы ее поставила. Дальше будет хуже. Вау. Да, и дальше начинается ставим Литун. Да, спасибо, второй игрок, что по-моему, выставили. Да. Супер. Все еще правильный ответ. Ну, дальше, ох, гелиопауза не влезла между залом и Камаортом. Давайте, да, вот, пояс туда. Сам конец. Сам конец. Сфера хила. Честно, я не знаю, что я тоже полпела. Мы брали свободные. Что же ты в своем любимом упражнении не разобралась? Нет, я его упростила. А, потому что вставили копию изначально? Да, но потом, после ожесточенных дебатов, мы решили сделать чего посложнее и оставили вариант учителя астрономии. Да, ну вот мы надеемся, что в плейер 4 добавится баллов. Нет, я погуляю. Так, и куда шла? Где-то вокруг земли? Так, видимо, с нее надо было начинать. Ну, в общем, суть выполнения, игрок 4 победил. Да. Плюс, если вы хотите, ну, тут можно закончить игру в любой момент, если вы хотите, вы можете это упражнение модифицировать, добавить какие-то элементы или удалить, или переставить местами, как в правильном порядке, если это нужно. также каждый ученик может всегда почитать задание или получить подсказку, если она есть. отлично подсказка. Да. Все подсказки и дополнительные задания всегда можно написать, и это может сделать сам учитель, если они не необходимы. Но в методических материалах, которые мы вам отправим сегодня после вебинара, будет, ну, то есть, вот сейчас мы вставляли оригинальные авторские, авторские, то есть, это среда свободная, да, то есть, там все учителя создают свои примеры, поэтому там вставлены оригинальные. В методических рекомендациях будет ремплика, скажем так, этих с нашего общего аккаунта учебного центра видите, чтобы было единообразие и подность соответствовать тем картинкам, которые есть в видео, да, то есть, они немножко модифицированы, и вы сможете посмотреть, попробовать. Тесты, чтобы вы не переживали, да, то есть, если вот это задание, оно требовало еще дополнительных знаний у учителя, комментарий и так далее, тесты, они сделаны строго под видео, то есть, в тестах не спрашивается ничего, который идет в комплекте, да, что видео не просматривалось. Так, идем далее. У нас уже пять часов. Время-то поджимает, а у нас еще будут две темы. Да, про сонночки тогда расскажу быстро. Значит, точно так же. Мы проводим тест, тесты доступны как в напечатанном виде, да, повторюсь, так и в интерактивном. Дальше что мы можем сделать? Мы можем изучать темы, связанные дополнительно с помощью каких-то игр интерактивных такого же типа, например, жизненный цикл со звезды, упорядоченный, да, то есть расположить объект по порядку. Кроме того, вы можете взять и выполнить некую практическую работу. В частности, вот пример как раз от создателей видео. Они предполагают вместе с этой презентацией делать, выполнять практическую работу, которая называется «Пятна на солнце». В чем суть этой практической работы? Вы знаете про 11-летний цикл, про то, что солнце у нас бывает активно в некоторых зонах. Сейчас у нас такой неактивный период, скажем, и наблюдать по данным со спутников слуха грустно. То есть, мы открываем там, а только в шоу нет. Поэтому есть подборка временная, где активность была, и вы можете ее использовать. Это презентация тоже вам доступна. Значит, идет в презентации общие какие-то описания. Сейчас, если мы говорим как от нас, откуда они идут, почему возникают, как долго они появляются, почему такого цвета. дальше немножко сравнительных размеров. А они, чтобы вы понимали, что вроде как маленькая пятна. Но будет история о том, как впервые были наблюдения за солнечными пятнами, вспоминается о Балилео, например, его отображении и так далее. И потом выполняется практическая работа. Но в частности здесь практическая работа заключается в том, что мы глаз делим на глупы, и у них у всех есть координатная сетка, в которой отмечаются пятна, с которым они наблюдают три группы пятен, и нужно списать долготу, в каком месте появляется данное пятно. Ну, в частности, мы берем вот первую картинку, здесь только А и С пятна видны, Б еще, но оно на самом деле здесь есть, но чуть-чуть его не видно, скажем так, с наблюдателями, поэтому она группу пропускает замеры. Но я не записываю, да, минус 60. Следующее. Мы видим на следующий день те же самые пятнышки, появляется группа В и немножко сместились. Таким образом делаются приблизительные замеры о том, где же располагались солнечные пятна на той или иной, в той или иной день. И таких, как вы видели в начале, с 23 по 3 июля, да, соответственно, довольно много. Вот. Мы заканчиваем измерение. Я кликла, не надо подключить миксируем. Нет, все нормально. Она нестабильная, но она уже переключается. Значит, и после того, как вы показали, значит, после того, как вы дошли до конца, то есть все наши пятнышки, они ушли. Вот на последнем слайде, да, то есть последнее. В последнее пришло, последнее ушло, да. На следующем слайде у нас подводятся итоги. Мы смотрим, что же они там заверили. Здесь вот как раз отметок, как бы это получилось у детей. И далее мы с ним уже им задаем вопросы. Да, как в среднем слайде менялась долгода? Менялись ли пятна по форме и размеру? Да, правда, глазами искали, потому что надо смотреть. И как-то, например, измельчать пигня, если они были. Дальше. После этого главный вопрос это, каков, собственно говоря, период вращения солнца? Ну, потому что мы видим здесь, что у нас солнышко в среднем за день смещалось где-то на 12 градусов, да? Потом нужно вспомнить здесь физику, математику и все вместе, да? Относительно движения. И вспомнить о том, что помимо того, что у нас солнце вращается, мир в земле, это тоже вокруг солнышка вращается. И в среднем за день она вращается на 1 градус, да, коли в году 35 дней примерно на 1 градус. Потом, значит, получается, что в среднем у нас, и вращаемся в это в одну сторону, значит, 13 градусов. И после этого поделить, собственно говоря, выделить время вращения, что это около 27 с половиной суток, да? Вот. То есть такая простая практическая работа, которая уже по умообщению предусмотрена разработчиками это учебное видео, не говоря уже о том каких-то характерностях, которые прописаны. Днем далее. Возвращаемся в нашу основную презентацию. Ну, здесь еще есть исследовательский проект «Солнечные бури». После того, как он разошли в материал, посмотрите, очень интересная компания, у них есть огромное количество проектов по всем основным темам образовательным, и по истории, и по искусству, и так далее. Вот в частности «Солнечные бури» огромное количество снимков с Солнца существует у человечества, и компания предлагает отслеживать «Солнечные бури», отмечать начало и конец «Солнечные бури» на фотоснимки для того, чтобы меньше потратить. То есть, ну, каждый человек может вложиться в общий проект, это реальный проект, не какой-то учебный, и на основе данных пользователей делается аналитика относительно того, ну, и точные прогнозы. Вот в данный момент проект на 8% выполнен, любой учащийся может подключиться к этому. Да, это очень прикольная тема, на самом деле, потому что понимая, что в спутнике вот как бы машинное зрение развивается, да, понятно, что может много анализировать как бы ты сам без нашего участия, но тем не менее некоторая вещь, особенно, когда там не сильно меняются даже соседние пиксели, на картинке очень сложно как бы там определить, и понятно, что нет столько ученых-астрономок, чтобы они это все отсматривали и привлекают на сообщество, да, чтобы волонтеров, чтобы они участвовали. Такой же есть проект по поиску экзопланет, да, то есть действительно очень интересная штука. Мне кажется, что если ребенок участвует, например, в проекте по поиску экзопланет, а там ребристая картинка, ребристая картинка, и нужно в быстро изменяющейся картинке найти светлую точечку. Но работа такая скрупулезная, очень печальная, но мне кажется, очень воодушевляющей, что я могу быть тем, кто найдет настоящую новую планету. Чувство причастности к чему-то большому, оно тоже важно, и вот отличный шанс. Вот мне интересно, у них нет какой-нибудь системы деменфицированной мотивации? Ну, я знаю, что они могут писать через как-то если действительно экзопланет возились 50-го года, нет. Но я думаю, что здесь если зарегистрироваться, то можно быть почетным, частью. Пока еще не ищем, не понятно. Пока нет. я провела некоторое количество часов за этим интересным делом, в этот момент просто стало интересно, войду я или нет. Ну да, ну и как? Ну и последний кусочек, два стекушка. Два стекушка, очень простой для восприятия понимания фильма, где дети, по сюжету героя фильма, идут смотреть в телескопы, в лес, в темноту, там их ждет учитель с огромным телескопом, мы параллельно вот в таком легком диалоге общения героев между собой рассказываем о том, как развивалась астрономия, какие были здесь. С самого начала. С самого начала, прямо с Галилео, естественно. Вот. И очень просто, доступно, и он хорош для дисклассных мероприятий. Вот скоро у нас неделя экспонатики, неделя обычно приурочивает к этому какую-то неделю космоса, и вот можно использовать этот фильм для проведения мероприятий в любой параллели. И тут тоже есть интерактивные задания. Ну, здесь я так вот предположила, что в принципе неплохо можно было предварить данное видео материалами о том, как происходила эволюция представления человечества о строении солнечной системы. Это, конечно, тема из географии или истории, но в принципе как такой мостик к пониманию того, что мы видим сейчас и как было раньше, можно использовать презентацию. В презентации есть иллюстрация о том, как разные народы смотрели на на Землю, так скажем, эту презентацию можно скончать. Плюс есть еще проектная работа «Услышать шепот космоса», которая помогает при помощи моделирования передачи сигнала космических кораблей можно поговорить с детьми о том, как происходит передача снимков и как Больджер и остальные космические корабли «Бразил» про струксиль. Ага. Вот я открыла презентацию для по-остановой представления древних. Но она на скорости загрузилась. Еще обновлено. Не загружается. Поэтому она немножко такая нечеткая. Ну и, соответственно, вот как они представляли. То есть есть некая иллюстрация и небольшое описание к тому. Наверняка у вас есть собственное описание. Ну, то есть все презентации в редакторе мы видим, скачивается, меняется, как хотите. Ну, у нас подальше снардить максимальное количество материалов, идей. Ну да, занятия и дальше можете использовать. И вот по проекту «Слышит счет «Космос», если опять-таки мы говорим, например, о неделе «Космоса», праздник «Слышен для космонавших», тоже еще интересная тема. Можно вывести детей на улицу, на футбольное поле или какое есть пространство максимально большое провести эту работу, она, ну, интересная. Данная работа, она описана, все, весь проект описан со всеми подробными материалами. Действительно, они опять на английском языке, пока что, поскольку они находятся на сайте NASA, и, ну, компания занимается переводом на русский язык, в том числе материал, есть часть материалов на русском, но вот этот конкретный проект по качеству английского. Но, опять же, описание проекта доступным языком написано, и поэтому перевести через переводчик Google достаточно для того, чтобы понять в общих чертах, что автор этого проекта хотел сделать. в общих чертах мы расстроили. Ну, то есть, идея, глобальная, она заключается. Там есть материалы, которые нужны. Посмотрим, это главное, да, в чате, в смысле, сейчас в режиме реального времени общий черт, общий черт, ты проект, можешь успеть высказать или нет? Да. Да, я просто открывала презентацию и не слушала в этот момент. Нет, ну, и зашел все. Да, то есть, вот, действительно, в поле легко и весело провести это изменивти, почему нет. Так, ну, что ж, мы подходим к концу дополнительным материалам, которые могут использоваться, да, очень много, действительно, много материалов у нас, для педагогов, это и подводки уроков, и STEM-проекты, и создание, и какие-то разработки занятий. Все это можно посмотреть, перевести прямо в браузере понять суть, потому что, действительно, очень, чем нравятся мне насовские проекты, например, тем, что они очень доступны для понимания, то есть, нету в них каких-то сложных способов объяснения материалов. Глобальная задача максимально понятна, нести суть, да, и чтобы дальше дети могли самостоятельно делать выводы, поискать материалы и прийти к каким-то результатам самостоятельно. И вот это, собственно говоря, контора, которая европейская, южно-европейская обсерватория, на ее сайте огромное количество удобных видео, собственно говоря, дополнокупольных, которые мы и брали, да, они там представлены в разных форматах. Там есть многие видео в 4К формате, но я, может быть, как бы не права, но мне все-таки кажется, что 4К-шные проекторы в школу не поставляются, да, потому что это очень дорогое обоистое, да, это только какие-то... И так, в общем, не дешево. Да, в квалитарии так не дешевый инструмент, поэтому у нас специально обученный инженер очень долго переводил эту тему, да, то есть и вот мы предоставляем вам эти видео в 2К формате, то есть они хорошего качества именно для квалитариев, которые чаще всего поставляются в школу, и озвучка вся русская, также в переводе есть иностранные фильмы, но по мере развития будем вам об этом сообщать. Когда вы зайдете на сайт, что вы увидите? У вас будет маленькое превью, ну, коллекции полнокопных видео, маленькое превью, самого видео, которое можно про коллекцию полнокопных вы можете сбоку найти, это называется мастер-файл, картинки, покадровые изображения в лучшем качестве и озвучку. Да, они все просто скачиваются отдельно, и, честно говоря, ну, не будет в составе нашей организации инженера, которая все стрелала, мы бы не получили этих видео, да, то есть я полагаю, что в школах тоже это непросто, поэтому вот, возможно, это поможет тем, у кого есть, например, сферические планетария не поможет, потому что там они фото... Они могут это... Нет. Нет. То есть там вот действительно фолдом категория, она непосредственно для фолдомов понакупали видео, и ее из них нельзя сделать, потому что как там представляется видео? Видео это отдельный кадр, вот каждый кадр вашего видео, он будет сохранен как отдельная картинка. Потом это нужно все свести в видеофрейм. Плассферические, они вообще другие, они просто отдельно скачиваются. Там есть количество, какое-то количество исторических видео тоже, но вот эта конкретная ссылка, она будет нам удобной. Для вашего рыбного глаза это подходящий вариант. Это если вдруг у вас 4К-проект, вы хотите хотеть 4К-мастеринг и свести с вами это видео. Если нет, что, ну, чаще всего так и бывает, то, собственно говоря, видео, материалы, которые мы сейчас, ссылка на следующем слайде с вами поделимся, вот она, эта ссылочка, там уже видео, просто запустили и поработали, да. Сейчас тоже покажу. Откроем трансляцию экрана. просто немножко покажем про структуру, что где искать. Да, вот это, а, сейчас я сюда, наверное, кину, нет, рекомендации, чтобы все в водопад лежало, да? ну, можно не сейчас прямо. Ну, пока расскажешь рассказать про то, что там есть, а я делаю, и все будет полететь. Как вы видите, в корне лежит папки, это короткометражные, полнометражные и бонусные видео. А бонусные это что? Мультфильмы. А, да, и там еще один признан с фильма, сегодня я его загружу, Waiting Far Away, это размышления, ну, то есть просто фантазия, это такой, скажем, ну, это формат искусства современного, да, где сгенерированы полнокупольные картинки, и там освобождается речью человека, который думает, мечтает о космосе, о его месте во Вселенной и так далее. То есть они не носят непосредственно образовательные какой-то цели, они могут использоваться на других предметах, если, например, вы хотите там развивать навыки творческие у детей, или сделать полнокупольный мультик, показать пример полнокупольного мультика, либо вот какого-то искусства, это вот такой вне общего образования, скажем, подборка. Мы, в принципе, находимся в поиске видео, которые напрямую не связаны со стороной, для того, чтобы ваши школьники могли бы использовать планетарий на других предметах. Да, но пока, к сожалению, результаты не бонусные, не сногсшибательные, да, два фильма, один почему-то не связан. Ну, ничего, наверное, шкурить ссылай. Полнометражные фильмы, понятное дело, что они достаточно длинные, и можно быстро открыть палку, посмотреть, насколько длинны то или иное видео. Краткометражные фильмы, они могут быть содержательные, а могут иметь иллюстративный характер. Например, речный путь был, ну да, то есть вы можете открыть, показать и продолжить занятия, например, в программном обеспечении, о котором мы поговорим на следующем побегу. Ну и также вот правила поведения в планетарии мы положили в корень это видео для того, чтобы можно было его, например, показывать перед каждым просмотром фильма или там один раз по разу. Я добавлю, в файлике можно посмотреть, собственно говоря, первый файл это учебное видео и вот здесь назвать в него всяком. Я пока боролась икламой. Вы увидите общую структуру наших методических рекомендаций. То есть вот посмотрите, то, о чем мы рассказывали, это сейчас у вас уже все доступно. Я в чат кину уже, да, в ссылку. Тут методические рекомендации по всем нашим видео, есть рекомендации по настройке плеера, есть общая информация о том, что же там будет, да, вот. И мы с вами еще будем дальше дополнять это другим материалом, в частности, на следующих вебинарах. и вот собственно говоря, то, о чем мы рассказывали, да, вот как настроить плеер, вот внизу пошло уже описание фильмов, бесконечной вселенной, и ссылки на все эти активности, которые у нас есть. Но они доступны также в PDF, в PDF, и скачивание файла. Да, при быстром просмотре они нет. Если вы захотите видео все скачать себе, например, как бы, примейте ввиду, суммарный объем из-за видео файлов 120 гигабайт в трене, то есть это большой объем, скачайте куда-нибудь на внешний жесткий диск, например, попробуйте. Можно дать задание, если есть технику в школе. Ну да, но можно, то есть запускайте из интернета, это точно плохая идея, можно скачать конкретно один фильм перед занятием, да, потом удаляйте, если у вас не хватает места. Но я рекомендую в школе из-за диска, который объемом, ну, например, добавить его достаточно будет для того, чтобы скачать этот фильм и использовать уже, то есть иметь оффлайн-версию всех фильмов для того, чтобы... вот, и еще второй файлик покажем, про который мы мало говорили, это раздаточные сериалы к учебным видео, то есть каждому учебному видео, если вдруг вы не хотите использовать аттрактивный формат теста, вы проводите его в помощь мобильных детей, вот тот же самый тест по материалам видео, который можно распечатать, там вверху есть специальные поля довода фамилии, имя, класса ребенка, и вы печатаете их, раздаете, дети обводят, напишают и так далее. Здесь тесты без правильных ответов, для того, чтобы можно было распечатать, если вы хотите посмотреть ключ к этому тесту, то нужно будет прокрутить, да, последние странички, почти последние, и здесь будут все ответы, их будет удобно использовать. Да, если, кстати, вы обнаружите какую-то ошибку, мы будем очень признательны, если вы сообщите, потому что мы проверяли, проверяли, но вы как раз понимаете, что сколько-то не проверяет, даже в редакциях серьезных у них компаний постоянно может чуть-чуть помедленнее, назад, на первую страничку после ответа. Кроме тестов, есть еще к некоторым видео, мы пополняем этот материал, опять-таки следите за новостями, у нас есть какие-то дополнительные материалы, например, здесь про солнечную активность, задание заполнить пропуски. Если ребенок отлично знает все в астрономии, он просто заполнит пропуски, не глядя вниз. Если он сомневается, то можно решить пример математический, найти какое слово вставлять. Я не могла обойти мимо задание, где я его помотивать. Конечно, да, устный счет. Конечно. Прямо, что прекрасно вы все знаете при подготовке. Почему нельзя сочинять листик творения по солнцу, а? Про солнце. Ну, зачем для этого родственного материала? Листик белый, пожалуйста, сочиняйся творения про солнце. И также, например, здесь записанное количество приятен, и это задание например, статистика. сразу видите, вычитель математики, он никак не мог обоять. Не могу обоять. И четыре. Чтобы ничего в ближнем льду, сразу знакомые вот эти задачи возникнуть. Никакие тревожности не глядя. тревожность тревожность связи с продаванием математики. Сматик прекрасный пример. И следующее это к учебному видео, которое называется зрение 7, про строение зрения, вот тоже раздачный лист. Он здесь цвете выполнен, но можно и черно-белый напечатать, оно хорошо выглядит, то есть не обязательно темной. Вот, то есть это дополнительный материал, и мы будем постоянно пополнять. Для того, чтобы оставаться в курсе всех событий, мы вас приглашаем вступить в нашу группу. Там сейчас останавливаем показ. Вот, она называется группа на фейсбуке РКС Поехали. Там мы создали на прошлой неделе, по-моему, да, то есть там, конечно, еще не миллион материалов, но уже что-то есть почитать. Вот, вы можете присоединиться. Туда она закрытая, но мы вас очень быстро добавим. Добавим. Кроме этого, если вы уже вели уроки с планетариями, у вас есть какие-то оригинальные идеи, мы очень будем рады увидеть ваш опыт использования, вы можете публиковать новости о своих интересных уроках, что может вдохновить таких сообщества на подвиги, потому что, безусловно, коробка с планетарием, которая находится в, например, классе, может пугать, и не всегда с первого раза она открывается, и раз закладывается в планетарий, потому что бывает сомнение, страхи, что вроде может что-то не получиться. Но без того, чтобы попробовать, ну, без первых проб и ошибок, не получится ничего интересного поступить. Да, поэтому мы очень ждем, если у вас уже есть опыт поменения, можно просто фотографировать с мероприятием. Это в целом вдохновляет не сдаваться, да, чтобы пробовать, и, вы знаете, ну, всегда у нас отчеты на Facebook, как или на эти школы, ведет свои странички, вы что-то постит. Если вы связаны с монетариями при почте нашей группы, мы будем очень признать, да, потому что, ну, очень важно иметь опору, да, вот это сообщество учителей, которое вместе работает, и мы будем всячески вас поддерживать, надеемся, что вам было сегодня интересно, вы узнали что-то новое. У вас есть теперь все материалы, еще раз повторюсь, что мы в течение некоторого времени сейчас сколько у нас будет конвертироваться видео, пишем видеозапись этого вебинара. Если хотите посмотреть после еще раз или в первый раз смогли поселиться. И следующий раз мы встречаемся с вами 12 марта, 12 марта, и на этом вебинаре мы будем рассматривать возможности использования специализированного программного освещения для проведения практических занятий в планетарии, для организации прогулок по звездному небу и наблюдения за небесными светилами. И следующий раз для большого количества проектов. Например, самое будоражащее это путешествие во времени, когда мы можем, не зная дату затмения, например, лунного, мы можем вернуться к этой дате и посмотреть, как оно происходило, как происходило, несмотря на то, что большинство учеников, скорее всего, его не увидели из-за плохих погодных услуг. В большом городе нас наблюдать за звездами становится все сложнее и сложнее. Про это, кстати, есть один фильм. Образление в первом этаже не видела, да, про то, как сложно смотреть за звезды в современном городе. Спасибо большое еще раз за то, что были с нами, за вашу активность, за подключение к нашим интроактивным играм. Надеюсь, увидимся на следующем занятии. До новых встреч! Продолжение следует...